Всем привет! Это новость ТФК Системы, с вами София Хизанишвили и Ольга Хмелевская. Сегодня в выпуске. Первые умные автобусы, старт сбора урожая яблок, вручение госнаград и бесплатные AR-спектакли. Обо всем этом и не только подробнее, прямо сейчас. Citronix Electro расширит парк электрозарядных станций. В рамках контракта с Россетями Citronix Electro построит зарядные станции в двух электробусных парках Москвы. До конца года в районах Митина и Новокосино установят ультрабыстрые комплексы для зарядки более 270 электробусов. Все ЭЗС будут объединены единой цифровой системой управления и мониторинга. Также Citronix Electro установил зарядные станции для электромобилей в отеле Cosmos Collection и Замрудный лес. В дальнейшем планируется установить ЭЗС во всех городах присутствия отелей Cosmos Hotel Group. А в Обнинске появились первые умные автобусы. МТС оснастила 10 автобусов интеллектуальными приборами и датчиками для того, чтобы повысить безопасность и комфорт пассажиров. С их помощью можно будет отслеживать скорость движения и местоположение автобуса, самостоятельно оплачивать проезд бесконтактным способом. Системы видеонаблюдения помогут отследить поведение водителя, кондуктора и пассажиров, а также предотвратить конфликты, карманные кражи, случаи вандализма и теракты. В новых автобусах теперь есть цифровые дисплеи и экраны, а также голосовое оповещение пассажиров, рассчитанные в том числе на людей с ограниченными возможностями. Сотрудники Бенофарм-группу достоились государственных наград за участие в разработке вакцины против COVID-19. Директор биотехнологического производства завода Бенофарм Екатерина Гущина, главный технолог Максим Фаритов и мастер участка Галина Цыпурина получили медаль ордена за заслуги перед Отечеством второй степени. Напомним, что завод в Зеленограде стал первой в мире площадкой по выпуску вакцины от COVID-19. В садах агрохолдинга Степина Кубани стартовал сбор яблок. Планируется собрать около 30 тысяч тонн десертного яблока высокого качества. Всего в садах степи выращивается более 50 сортов яблок. Сбор начался с сорта гала, одного из самых продуктивных, урожайность которого превышает 60 тонн с гектаром. Основные объемы поставок фруктов агрохолдинга поступят в крупнейшие федеральные торговые сети «Пятерочка», «Перекресток», «Магнит» и другие. Пул партнеров компании в новом сезоне расширился. Заключены договоры с сетью магазинов «Вкусвилл», а также с ритейлером «Азбука Вкуса». Агрохолдинг наращивает присутствие и в сегменте e-commerce. Среди партнеров компании такие интернет-площадки, как «Озон», «Яндекс.Лавка», «Самокат» и «Перекресток в Прок». МТС запустила серию AR-спектаклей о локальной городской культуре России. Экспериментальные спектакли Urban Russia созданы совместно с креативным агентством Human Creative Production и AR-студией Immers Lab. Постановки в дополненной реальности о Санкт-Петербурге и Екатеринбурге бесплатно доступны в приложении МТС Live. Каждый спектакль рассказывает зрителям об особенностях художественной социальной жизни города через призму стрит-арта и уличной культуры. Посмотреть спектакли можно в любом городе России. Рекомендуем выбрать открытое пространство – сквер или парк, где много места для передвижения. На этом у нас все. С вами были Ольга Хмелевская и София Хизанишвили. Еще больше новостей на сайте Система.ру и в телеграм-канале Система Ньюс. Всем хороших новостей и до встречи на следующей неделе.